Всем привет, с вами Олесио, надеюсь у вас все в порядке. В этом видео я хочу с вами поговорить о вопросе о том, пойдет ли биткоин на 100к или даже потенциально на 120к к следующему году, 2024. На эту тему было много видео и разных статей, поэтому хочу с вами поговорить об этом, присоединяйтесь. Итак, с возвращением. Я подумал сделать короткое видео на эту тему, потому что вижу, что этот вопрос постоянно всплывает в различных онлайн статьях и некоторых видео о том, что вероятно ли, что биткоин пойдет на 100 или даже 120 тысяч в какой-то момент следующего 2024 года. И, должен сказать, что это очень забавно, так как всего лишь несколько месяцев назад появилось множество различных статей и видео по всему ютубу о том, как биткоин рухнет и он опустится, скажем, ниже 10 тысяч или даже 9 тысяч. Столка было разного всего в ютубе, где говорилось, о, конец света настал, биткоину хана, ему пришел конец, он коллапсирует и на этом все закончится. И, возможно, вы помните, что я оставался быком по биткоину с начала этого года, я объясню почему. И заметьте, как биткоин за последние несколько недель образовал ралли, и люди теперь запели по-другому. Все эти писатели, ютуберы, аналитики, я их называю жополитиками, внезапно запели по-другому. Они поменяли свой взгляд на это с экстремально медвежьего на более позитивный. Теперь мы с вами видим статьи о том, что биткоин пойдет на 100 или 120 тысяч. Но давайте так, цель моего видео не говорить вам о том, что это никогда не произойдет. Нет, это абсолютно возможно. Это совершенно возможно, что биткоин возьмет и отправится на те уровни, о которых говорят данные аналитики. Скажем, 100 или 120 тысяч. Возможно, даже в какой-то момент следующего года. Но мой вопрос этого видео, какие ключевые уровни, какие цели нам сначала необходимо достигнуть, перед тем, как мы начнем спекулировать о походе биткоина к 100 или даже 120 тысяч. Другими словами, не слишком ли рано для начала спекуляций, что биткоин пойдет выше 100 тысяч? В конце концов, мы даже не достигли еще исторического максимума. Так что, вот о чем я хочу поговорить. Давайте сначала я вам покажу вот эти графики по биткоину. Это недельный таймфрейм, довольно большой. Мы здесь видим исторический максимум в 69 тысяч 2021 года, до самого низа, который образовался в 2022. 16к. Итак, первое, что я сделал, поместил на график синюю линию. Это 21-недельная, скользящая средняя, очень важный ключевой уровень. Вы об этом, вероятно, слышали из моих предыдущих видео. Обратите внимание, когда биткоин образовал ралли и ушел в эту зеленую свечу, это было в начале года, я думаю, это был январь этого года. И когда биткоин образовал эту зеленую большую свечу, которая преодолела 21-недельная, скользящая средняя, и смог закрепиться, по крайней мере, на 2 или 3 недели, то есть у нас было несколько недель, которые оставались над данным уровнем, 21-недельная, скользящая средняя, то это увеличило вероятность, что в тренде образовался разворот. Другими словами, тренд перешел от медвежьего рынка к потенциальному бычьему. То есть тренд изменился от медвежьего к бычьему. И это стало одной из причин, почему я на биткоин стал смотреть по бычьи с начала этого года. Но это была не единственная причина. Еще одной причиной, о которой я говорил в начале года, это был сигнал МАГДИ на 2-недельном таймфрейме. На нем образовалось медвежье пересечение, давайте посмотрим это видео. На момент подготовки этого видео для вас у нас появился новый сигнал на 2-недельном графике биткоина. Вот смотрите, на МАГДИ появилось бычье пересечение. Я думаю, это сейчас выглядит как то, что пока мы остаемся над данным уровнем, это для нас может значить значительную бычесть и потенциальный аптренд для биткоина, продолжающийся до конца 2023-го. Поэтому это очень позитивный сигнал, это очень хороший сигнал, я думаю, что это один из первых, которые мы увидели для биткоина за очень долгое время. Поэтому я думаю, что шансы и вероятность увеличилась в сторону уверенного движения бычьего рынка. Образование мощного ралли для цены биткоина на будущие несколько месяцев, возможно, даже до середины и даже до конца 2023-го. Кстати, должен упомянуть еще кое-что важное. Вы можете подумать, подожди, раз и биткоин не поднимался выше 21-го недельного весной прошлого 2022-го года. Да, поднимался, но обратите внимание, что когда он поднимался над 21-недельным, он не закрепился, по крайней мере, на 2-3 недели. В итоге он быстро упал обратно, став большой красной свечой под 21-недельным. И очень быстро. И вот почему мое правило в том, что когда цена пробивается над 21-недельным, ей, по крайней мере, нужно зафиксироваться на 2 или 3 недели, чтобы увеличить вероятность того, что это не ложное пробитие или не ложное ралли. Вот почему, когда цена пробивается над 21-недельным, с козячим средним, видеть эту зеленую свечу здесь, это хороший сигнал. Но при этом нужно дождаться еще несколько свечей, чтобы убедиться, что это не медвежья ловушка. Кстати, еще один бычий сигнал, который мы увидели в биткоине, это когда он откатился от 21-недельного и сформировал паттерн в виде молота. Смотрите, прямо над 21-недельным. И обычно это хороший, позитивный признак, когда биткоин удерживает уровень на 21-недельном, несмотря на откаты и падения. Теперь, если мы на наш график нанесем уровни Фибоначчи, это логарифмические уровни Фибоначчи. И, кстати, что мне нравится, это применять логарифмическую шкалу для биткоина при использовании уровней сетки Фибоначчи. Итак, как вы видите, эти горизонтальные уровни на нашем графике, а оранжево — это 38,2%, достижение которой, кстати, мы ожидали в начале этого года. То есть я предсказывал достижение данного уровня в самом начале этого года. 27К 27376. Я ожидаю бычий аптренд. По крайней мере, продолжающаяся ралли, которая нас в итоге приведет к 27376, что соответствует 38,2% на логарифмическом графике всего падения. Поэтому, как только мы достигли эту первую цель, у нас появляется следующий уровень в 50%. Примерно 32660. И наиболее важный уровень — это уровень, который я недавно упоминал. Это 61,8%, который находится прямо здесь, около 39 тысяч. Или давайте сделаем по-простому — около 40 тысяч. Другими словами, это значит, что если биткоин сделает движение вверх ралли в этом году, что наиболее вероятно, я думаю, пока биткоин находится выше уровня низов июня, то более вероятно, что путь данного сопротивления и общего тренда будет оставаться направленным вверх, несмотря на откаты, которые могут произойти. Так что обычно, когда цена продолжает движение против предыдущего падения, вот здесь предыдущий крах прошлого года, поэтому обычно цена стремится к противоположному движению, цена стремится двигаться обратно, в идеале, к своему золотому проценту, 61,8%, этому уровню, который, кстати, для биткоина, примерно соответствует 39-40 тысячам. Поэтому это остается моей наиболее вероятной целью на следующие месяцы для биткоина. И вот почему я думаю, что многие аналитики в социальных медиа, на ютубе, утверждающих, что биткоин пойдет на 100 тысяч или 120 тысяч, в какой-то момент 2024-го, в целом могут быть правы, это возможно. Но вопрос лишь в том, что вероятно ли это в текущий момент. И я бы сказал, что пока слишком рано, слишком рано это ожидать. Поэтому в этот момент я не собираюсь спекулировать на тему, пойдет ли биткоин на 100 или 120 тысяч, и вероятно ли это или нет. Все дело в том, что пока биткоин остается под его золотым процентом 61,8, то есть уровня 39-40 тысяч, весь вопрос о том, пойдет ли он на 100 или 120 тысяч, является слишком преждевременным. Пока очень рано. И, кстати, нам известно, что биткоин даже не преодолел предыдущий исторический максимум, около 69к. Поэтому, на мой взгляд, что биткоин сначала нам должен доказать и показать, что он собирается преодолеть. Уровень 61,8% на уровне в 40 тысяч. Это первая сложность, первое препятствие для биткоина. И поэтому давайте сначала посмотрим, чтобы он сначала преодолел это препятствие в этом году. А второй вопрос, сможет ли он закрепиться над ним. То есть, если биткоин преодолеет уровень 61,8%, 40 тысяч, и сможет там закрепиться, хотя бы на некоторое количество недель, о чем я говорил ранее, то есть, когда цена переходит какой-то уровень сопротивления, нам нужно увидеть подтверждение того, что она зафиксировалась для нескольких свечей. А для недельного таймфрейма это несколько недель, чтобы избежать попадания в медвежью ловушку. Поэтому еще раз, сначала биткоин должен нам показать и доказать, сможет ли он преодолеть золотой процент 61,8% на уровне около 40 тысяч, и закрепиться там на некоторое количество недель, чтобы увеличить вероятность того, что это не медвежья ловушка. И если у биткоина это получится сделать, перейдя за 40 тысяч или 39 тысяч, и закрепиться на этом уровне какое-то количество недель, то это увеличит вероятность того, что мы с вами потенциально можем пойти к 50 тысячам, или даже историческому максимуму. Но не забывайте, это не значит, что биткоин не пойдет к 100 тысячам или 120 тысячам в следующем году. Просто пока еще очень преждевременно говорить об этом. Конечно же, мы можем спекулировать и говорить, что это возможно. Но чтобы это стало наиболее вероятным, я думаю, что в данный момент времени говорить слишком рано. Очень преждевременно. Поэтому я даже это не буду делать. Давайте сначала посмотрим, что биткоин сможет преодолеть уровень сопротивления, о котором я уже говорил, это 39-40 тысяч. И если мы сможем это преодолеть и закрепиться там, то можем начать говорить о вероятности достижения биткоином исторического максимума в 69 тысяч и потенциально ухода выше. Но не забывайте, возвращаясь к моему первому вопросу этого видео, вероятно ли это, что биткоин пойдет к 100 и 120 тысячам, мы не знаем. И на самом деле никто не знает. Я думаю, что в настоящий момент спекулирование на эту тему настолько заранее до уровня 100-120 тысяч, на мой взгляд, по-моему, неразумно. Он хоть и веселый, но я думаю, не очень хороший вопрос. Так как еще очень много событий пока еще не произошло. Чтобы увеличилась вероятность того, чтобы такие высокие цели, такие уровни были достигнуты. Так что, друзья, напишите, что вы думаете по этому поводу в комментариях. И, кстати, подпишитесь и поставьте лайк на канале Crypto Commons под этим видео. Ребята очень для вас стараются, и вы этим им сильно поможете. Это будет очень круто. Ладно, увидимся, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok